всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я гуляю с боной как обычно как у вас дела девочки у нас плюс 2 вчера в ленинградской области в некоторых районах области вообще выпал снег представляете что вот такие вот у нас дела как у вас сейчас мне напишут любит писать с кубани а у нас плюс 30 или откуда я уже не помню откуда кстати мне писали откуда-то мне пишет нас там уже черешня во всем а у нас плюс 2 вот такая вот история уже все зимние курки убрала холодно вот потому что мне уже лето они какие-то там плюс 2 на 100 до одних вот такая красота живет я не знаю кто это что это за ди деревце такое вот этот за решеточки плохо видно смотрите какая красота так нравится какая-то сакура это не сакура я не знаю что это такое что-то очень красивая то сборный ходим вот она я в любую сирена давно уже цветет она не знаю что это что это за дерево девочки кто знает из вас напишите опаха деревца засняла надеется прикольная до девочки вот так что мы с басяни тут гуляем у нас уже травка сорняки естественно тот шиповник начал потихонечку эти зеленеет все но погода не радует как там у меня сын недавно учил стихотворение люблю гроза в начале мая да ну у нас не гроза хотя у нас вот там вот видите такая туча идет не пойму снег что ли будет какой-то кошмар там уже эти лягушки икру на откладывали эти пили тут тоже все все весну вот так что сегодня будет такой влог а плюс 2 да нет немножко мы всем не ну я реально обалдела у нас в конце апреля до плюс 20 было реально было плюс 20 а тут плюс 2 у меня меня тут кто кстати уже высадился я сейчас про ленинградской области московскую спрашиваю потому что в москве смотрю тоже смотрел прогноз то же самое там ничего хорошего вот у меня соседка высадила в парник я не знаю что она высадила не за помидоры высаживала она или нет но вчера на вечером бегала с этим как это называется спонбон да спонбон пленки там всякие знаете вот это все вчера бегала там все накрывала потому что холодно я еще ничего не высадила кстати купила рассаду помидор покажу вам сегодня и капусту потом поговорила с мужем пришла к выводу что я ее зря купил у меня муж такой у меня всегда я дома все засажу поле картошки посажу с мужем пять минут поговорила все даже цветы не посажу принять это посажу вот в общем идем мы уже домой у нас кстати до поселке активная стройка началась ну последние кстати несколько лет очень активно себя строят эти домики какие красивые но вот эти дома мне очень нравится особенно вон те но он там вот там вот эти вот они два одинаковых дома стоят вместе мне кажется кто-то построил на продаже с ним абсолютно одинаковые тут вы тоже смотрите какую красоту навели дом еще не достроили уже вот так вот красиво смотрите как я вот люблю когда вот так вот делают то есть помимо того что красивый дом себе построили еще такую красоту благоустройство вокруг ночью эти не до конца не доделано потому что здесь просто щебень лежит на дом тоже наверно каком либо плитку либо что положит такие вот у нас красота я тоже хочу вот такую красоту навести нас перед перед забором но у нас там копали люк то люк капали то там трубу капали то еще что то и все руки вот за семь лет семь лет мы живем так ни разу и не дошли вот но надеюсь что может в этом году очень что то есть все откладываю откладываю вот так что вот такая вот история вон там эти домики красиво не видно из-за забора мне нравится красота ну все мы спасение идем да бася идем 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 домой ну что как я и говорила пошел снег точнее не снег нет это не снег девочки это град смотрите на мужа ну маленькие градинки вот такая вот красота тут мои все красавцы давайте домой домой давайте давай домой леофанушка что творится что творится куда пошел сбора что такое вот вот такая вот у нас красота как я и говорила на звон и пришли давайте домой давайте домой тварь бегают красота леофан не понимает что такое происходит холодно левушка замерзнешь каспер то дома гуня дома вроде было а это сидит тут смотрят на град ну да град идет пошли домой леофан он не может и хочу вам показать я снова на вальберес заказала вот этот чудо очиститель от бренд фри на самом деле я обожаю его использую его для уборки для поддержания чистоты в доме в данном случае я его использую для прочистки труб в основном кстати на кухне потому что у нас не такая система канализации как в городе у нас там стоит мотор у нас в общем немножко другая система чтобы брать запах в том числе от канализации и прочистить трубы в общем добавляя две столовые ложки прямо туда и сверху горячую воду вот прямо в отверстие да и дальше горячую воду из-под крана тоже туда добавляю чтобы она хорошенечко прочистилась промылась какое-то время оставляю минут на 15 а в это время я буду чистить свои кружки в общем я в доме на самом деле им перечистил перечистила уже все вот такие у меня кружки с налетом и стаканы четвертый не поместился стакан и с таким белым налетом вот замачиваю их на 15 минут и в это время как раз я хорошенечко помою свою мойку на кухне вот и все вода хорошо уходит никакого запаха нет хорошо все очищает в общем мне нравится это средство я его постоянно везде использую в том числе для мытья лотков в общем в это время у меня вот постояли кружки минут 15 даже наверно чуть поменьше девочки уже все поработало уже все очистилась вот такая вот это кстати моя любимая кружка не постоянно образуется налет от кофе и чая вот и вот эта кружка тоже абсолютно чистая можно помыть дальше руками можно поставить посудомойку она тоже промоет хорошо и будет отличная но я промыла руками обычным средством для мытья посуды и все вот такие у меня блестящие чашечки теперь нет налета и мне на самом деле очень нравится вот моя любимая кружка обожаю и и и кстати уже много лет вот но я с удовольствием и пользуюсь и рада что она вот в таком чистеньком состоянии у меня так же я этот очиститель использую для стирки добавляя буквально столовую ложку даже в черные вещи и все хорошо уходит запах особенно от какой-то спортивной одежды уходят пятна в общем мне очень нравится всем советую оставлю вам ссылку под этим видео обязательно приобретайте так ну и давайте и снова продолжу зеленую тему на самом деле сейчас весна сейчас многие покупают какие-то цветы рассады у кого есть особенно участки кто-то озеленяет балкончик и почему нет поэтому сейчас такая это достаточно актуальная тема помидорка я вам сейчас покажу свою рассаду значит давайте начнем с моим на гастрадальной капусты и на самом деле не нравится у меня дома жить потому что у меня дома жарко очень и она вот у меня видите подсушивает в общем листочки у нее стали не очень она стала вытягиваться в общем да так это цветная капуста здесь в кассете 6 штук и называется капуста цветная парижанка средний спелый сорт 209 рублей шесть штучек стоило вот покажу поближе кому интересно так цветная капуста ну цветную капусту меня в доме и ем только я поэтому я чисто для себя сажаю на самом деле не всегда она у меня получается в прошлом году у меня было что-то из четырех по моему штуки две всего в итоге я сняла потому что у меня съедает все это дело гусеницы если я вовремя не сниму их ну и в общем я снимаю вручную можно их накрыть специальный ну такой вот и есть как это пленочка пленочка не знаю как она называется короче можно их накрыть чтобы на них не было вот этих гусеничек но я не накрываю потому что я не знаю почему потому что у меня их немного если у меня было целое бы поле капусты я бы конечно наверное переживал бы так следующая капуста тоже 6 штучек тоже стоило 209 рублей капуста белокочанная надежда среднеспелый сорт такая надежда вот она вот здесь вот вот тоже видите а хотя это может быть это же первые листочки может быть это они но она что у меня под вытягиваться но вот такую я побоюсь сейчас сажать сейчас у нас плюс четыре уже стала утром было плюс два вот покупала я все это дело в обе я не первый раз там покупаю рассаду и не у меня все хорошо с этой рассады если вы считаете обе каким-то жутким магазином но не покупаете там до растения должны приносить радость не только плоды но и радость поэтому соответственно если вам не нравится как она у меня развернулась стоит на окне не досвечиваю никак ничего не делал так это у меня помидорки здесь меня тоже 6 штук посажу я их свою тепличку тоже стоило 209 рублей называется томат андромеда гибридный тут вообще так написано мелко я очень за для кого вот это вот томат андромеда какой-то гибридный сорт отличающие разными разным периодом созревания ранее урожайность хорошую устойчивость к заморозкам резком перепадам температур то что нужно нам санкт-петербурге вот такие тоже стоило 209 рублей так в тепличку посажу свою обратно поставлю дальше я купила такие помидорки о самое главное а я показывала нет это у меня сынок даже его имя написано принесла школа не в школе сажали помните я вам показывала тоже покупала там землю она угром для заканчики чем он принес надо мне это все дело пересадить на самом деле здесь у него один горошек и две кукурузины но они сажают то есть это просто ну на дети сажают первый класс вот вот такая у меня большая помидорина это у меня томат черри называется тирек f1 черри я сажаю исключительно для своих детей и потому что они мне очень любят стоило 99 рублей вот видите 99 рублей они у меня очень любят эти черри они постоянно ходят в парник чтобы чтобы их короче есть они есть едят у меня прямо с куста поэтому для них сажаю вот такая она у меня видите загнулась это тоже там те реку вот этот вот тоже вот эта помидорка черри в общем две так аккуратненько поставить тоже посажу свою тепличку дальше я купила томат 2 томатика у короче разные сорта по две штучки взяла можно так сказать так купила вот такие два томата это томат хурма по 99 тоже рублей оранжевый среднеспелый интер и что-то там непонятно вот такой вот томат хурма кстати сестра моя сказала что прикольный сорт я купила вот у меня сестра она вообще у меня у сестры как-то росли такие прям черные томаты знаете такие прям огромные черные но она любит у меня найти сажать она вообще любит вот это все вот это все вот большей степени чем я она во всем этом разбирается и она сказала что короче хороший сорт вот у него у него огромная теплица она там сажается ки разные сорта и даже больше наверно не для урожая а для вот этого знаете какие-то необычный сорт какой-нибудь вырастить и так далее вот по 99 рублей да я сказала вот такие вот тоже помидорки немножко они меня вот к свету тянутся так и они все по две штучки я купила один я купила вот такой златовласка морить должен быть желтеньким мы посмотрим не знаю не там переопаляться не переопаляться и делают они так или нет оригинальная окраска отличный вкус ранний тоже стоил 99 рублей золотовласка это черри желтенький так будет тоже для своих мальчишек короче для детей и сыновей так и один вот что вот это значит индетерминатный индетерминатный не знаю называется томат илья муромец тоже он должен быть желтый но это уже не черри обычный стоил тоже 99 рублей за одну штучку да я говорю вот который в горшочках отдельно ну короче баловство побаловаться даже побаловаться купила вот это и вся рассада которая у меня есть все мне достаточно насчет капусты почему мой муж так среагировал на капусту на белокочанную он меня спросил наташа сколько все сколько стоит рассада я крынула 209 рублей он говорит а сколько в сезон стоит качан все вопрос снят с повестки дня тем более что по вкусу покупная капуста я говорю сейчас про капусту я не говорю сейчас про томаты да и про огурцы я тоже не говорю я именно про капусту покупная капуста и соответственно выращенная домашняя она ничем не отличается по вкусу но вот у меня не отличается я выращивала и ну прикольно да ну все ну грядку занять да так и еще что-то я ушла в зелень да вы чувствуете я надеюсь что я вам не надоело но покажу а короче девочки для себя открыла мир авито выживший мой на самом деле я была удивлена я наивный человек видать причем очень сильно наивный человек потому что я всегда думала что на авито продают растения ну когда знаете переезжают люди там уезжать другой город и вот ну не перевести все 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 свои растюшечки и отдают значит их для чисто символическую стоимость то что это такой бизнес что там такие бизнесмены тусуются я вообще была не в курсе но на самом деле мне очень жаль потому что некоторые ну наверное перебарщивать с этим то есть я так понимаю они покупают растения черенкует его и потом эти череночки в три дорога продают иногда у меня возникает вопрос за что такие деньги но как-то так ну короче открылая мировитом и купила себе с рук новую дефенбахи познакомьтесь это рудольф на самом деле она называется вот этот сорт называется рудольф роярс что-то там я называю просто рудольф смотрите и она у меня уже выпустила я ее пересадила и она у меня выпустила вот такой вот 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 такой вот листочек и тут идет еще один листочек мне она очень понравился вообще этот сорт тем что у него листики все вот такие вот разные то есть разное это варегатность это называется девочки я уже я уже все короче все начиталась куча всего и так далее вот видите здесь просто с пятнышком здесь чисто светлый листочек и так далее я уже пересадила тот горшочек покупал эти горшки в обе они стоят вообще сейчас там недорого по 100 по 200 там рублей в зависимости от объема горшка я короче их поеду еще в обе мне нужно будет рассаду питунь и хочу купить и возьму еще вот такие горшки вот они прикольные недорогие и в общем супер это пластиковые горшки вот можно использовать их как кашпо но я вот здесь вот делаю дырочки и соответственно не стоят на подставочке вот такой вот у меня новенький рудольф познакомьтесь это рудольф слушайте хочу пару слов сказать по поводу диффенбахи девочки я вот как считаю если вы боитесь растения вот реально боитесь потому что диффенбахи это ядовитое растение но на самом деле ядовитых растений у нас в доме у каждого достаточно много почитайте об этом изучите информацию прежде чем паниковать я бы так это сказала ядовитое у растения что сок никакие там споры ядовитые от него не летают никакие там никакая пыльца с него ядовитое не летит и к вам в чашку с чаем не залетает здесь ядовит сок то есть для того чтобы отравиться нужно пожевать листик поняли или допустим если этот сок попадет вам на ранку вы получите раздражение это не змея хотя у некоторых растений есть название кобра да но это не змеи они вас не кусают и кусать не собираются но если вы боитесь если вы считаете что каким-то образом данное растение повлияет на ауру вашем доме и вообще на состояние вашего дома у ваших питомцев детей и так далее так далее так далее но вообще если есть маленькие дети то конечно не стоит потому что маленькие дети могут оборвать листики и может пойти раздражение на ручках не дай бог еще пожуют у меня большие дети животным вообще плевать на моим на мои растения у них есть я вам показывал у них есть пальма и не жуют эту пальму и им больше ничего не надо никакие другие растения и они вообще не интересуются ими вот поэтому у меня все хорошо вот и мне они очень нравятся дефенбахи я считаю что растение должно приносить удовольствие если вы боитесь то не стоит тогда и давайте я вам покажу еще один тоже мой питомец купленный на авито причем отправил я за 3 9 земель за ним мужа своего как всегда вот но он сказал что он больше никуда не поедет вот так что так сюда ну что вот еще одна моя дефенбахи вот вот эту пальму вот вы видите что происходит вот она она очень вкусная для моих животных и зачем им есть что-то другое когда у них есть замечательная вот такая вот 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 такая вот пальма который очень хорошо чистит желудок вот и вот это я не обрезаю ни в коем случае девочки это все погрызено и так как она большая но никуда ее никуда ее не деть понимаете поэтому я смирилась с этим так красавчик тут сидит вот она это дефенбахи пятнистая девочки прям разбираюсь в сортах теперь очень я купила она бедолага она была бедолага мне ее продали за 350 рублей вообще дефенбахи как бы недорогие растения но смотря какой сорт правда очень на вот она начинает у меня разворачивать новый лист я надеюсь что мы с ней подружимся смотрите какая красота она бедняга вот почему девушка очень которым не продавала очень переживала что я расстроюсь что у нее такие листья листья реально поломаны вот что с ней происходило вот видите история умалчивает вот но я очень надеюсь что мы подружимся и у нас все будет хорошо я пересадила в новый грунт она еще и не неустойчивая вот привязала ее потому что она заваливалась корневая система не очень хорошая вот ну и но корни достаточно большие хотя они такие неглубокие то есть не ушли туда вниз я туда насыпала керамзита и вот так вот ее посадила вот в планах у меня ее потом когда она восстановится часть срезать и укоренить туда чтобы у меня был ну такой кустик не забуду я в итоге это делать или нет я посмотрю как она мне будет расти в общем такая вот у меня можно сказать вторая пальма по крайней мере и это растение мои животные точно есть не будут я ну гарантирую вам это вот вот такая вот на листья не очень красивые мне еще нравится очень нравится дефенбахе банана она нереально красивая но что-то из нее просят слишком много денег и я не решаюсь пока купить вот такая вот у меня красотка да как тебе джунгли как тебе джунгли же отличные джунгли отличные джунгли да отличный скажи мама мне все нравится мне все нравится да еще пару слов насчет того что скоро мне будет не пройти у меня двести сорок квадратных метров то есть у меня не хватит бюджета на засадку всего моего дома растениями поэтому они у меня ну как некий такой предмет интерьера можно так выразиться хотя я к ним отношусь больше как к животным то есть как живым существам вот так вот я скажу вот и да у меня есть желание озеленить вот эту комнату прям чтобы она была зелеными джунглями я вот прям хочу этого добиться понимаете но на это нужно время потому что покупаешь маленькое растение но соответственно должно вырастить только вот это вот я купила за 350 рублей девочки вот как-то так да красавчик так вот такая вот зеленая у меня история снова зеленый влог но девочки чем чем живу то и показываю вам сейчас конечно работаем я в теплицу не сажал ничего даже не посадила редиску потому что у меня теплица в этом году она у меня сделала счет я вам не покажу мне не видел о девочки извините так как она наверное грязно вот она у меня сейчас сейчас вот она у меня стоит видите она сделана вот из такого как это называется поликарбонат да она сделана из такого поликарбоната и этот поликарбонат в этом году ну вот он от солнца и так далее то есть он не вечный это материал и он у меня немножечко так как бы как сказать провалилась там крыша короче у одного листа а второй лист тоже муж говорит надо заменить и и не соответственно ждала когда муж сможет мне это сделать и ничего не не сажала туда вот он сделал я пошла собралась навести порядок в теплице но что-то меня понесло я решила значит прибрать сад решила значит побелить деревья кто-то считает что их нужно были только осенью я белю и весной и осенью мне нравится и деревья хорошо на это отзывается очень пошла стала разбирать деревья там что-то подобрезала туда-сюда и короче до парняка так и не дошла потом мне уже стало некогда нужно было другие общем дела делать короче в общем вы поняли да но сейчас на майских праздниках хочу все-таки добраться так мой красавчик пришел красивый котик ты будешь езди фенбахи и мощи по барабану вот вообще всем по барабану на мои цветы ты трекусью текусью крюсовочку гулять стал лапы грязный весь грязный боже мой это не кот это какая-то грязнёвка ну в общем буду я вот животные растения они доставляют мне удовольствие больше ничего в общем буду заниматься садом покажу потом что у меня там в огороде вот и на сегодня буду с вами прощаться надеюсь что вам понравилось такое зеленое зеленый рудольф вам понравился название что такое прям для меня я его запомнила и теперь всем показываю рудольфа вот надеюсь что вам такое видео было полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч